Всем привет! Меня зовут Ярослав Макарич и сегодня мы поговорим о самых бюджетных классических гитарах La Manche. Ключевой тезис немецкого бренда гласит, качество может быть доступно каждому. Подтверждение качеству десятки моделей гитар имеют награды и рекомендации Европейской Ассоциации профессиональных преподавателей гитары. О доступности цены говорят сами за себя. Загляните в каталог Music Market и убедитесь в этом сами. Это реально бюджетные инструменты, а их качество и звучание могут дать фору более именитым брендам. В сегодняшнем обзоре гитары La Manche трех серий Ромеро, Рубинито и Руби. Ромеро хоть и считается серией для начинающих музыкантов, но при этом способна предложить гораздо больше, чем другие инструменты начального уровня. В моих руках гитара серии Ромеро Гранита 32, верхняя дека из ламината ели, задняя дека из махагонии. И вот сейчас мы проверим, как этот бюджетный вариант будет звучать. Этот инструмент идеально подойдет для начинающего гитариста, который вот-вот только начинает свой путь, обучение. Главная особенность этой гитары – удобство. Достаточно легко прижимаются любые аккорды, ноты. Нет никаких проблем для новичка. Еще одна особенность этого инструмента – это наличие анкерного стержня, который достаточно редко встречается в классических гитарах. Однако, благодаря этому решению гриф гитары поддается регулировке, что придется очень кстати в нашем климате. При резких перепадах температуры, а также при низком уровне влажности, накладка грифа начинает высыхать, а сам гриф выгибаться. Металлический стержень анкер, проходящий через весь гриф, позволяет отрегулировать прогиб грифа и вернуть его в исходное положение, без необходимости обращаться к мастеру. Название второй серии гитар нашего обзора – рубинита, по-испански «маленький рубин». Гитары этой серии не раз отмечались наградами Европейской ассоциации преподавателей гитары. В основном верхние деки инструментов этой серии выполнены из массива ели или кедра. Но есть одна модель – рубинита LSM с верхом из ламината ели, за счет чего цена более низкая, но характеристики и звучания весьма достойны. В данной серии есть гитары абсолютно всех размеров и даже одна восьмая. Ну и давайте послушаем, как звучит самый бюджетный массив рубинита CM. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что могу сказать про рубинита CM? Достаточно приятный бюджетный массив, звучит весьма неплохо, достаточно яркий звук и острый. Есть сустейн, как всегда, приятно зажимать любые аккорды, любые звуки. Прекрасный инструмент для начала своего пути. И третья серия сегодняшнего обзора – руби, с испанского рубин. У нее наибольшее количество наград. Ее ключевая особенность заключается в конструкции. Особый способ крепления грифа к корпусу – Spanish Hill – является традиционным в Испании и крайне редко встречается в данной ценовой категории. Именно благодаря этому инструмент получает устойчивость к неблагоприятным погодным факторам и улучшенный резонанс. В инструментах этой серии верхняя дека выполнена из массива. У меня в руках руби CM. И сейчас мы послушаем, как звучит массив кедра и махагоний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что можно сказать про руби CM? Прекрасный массив, отличный инструмент. Звучит достаточно ярко, мощно, прекрасный сустейн. Очень приятный, теплый звук. Ну, и по традиции, как и на все гитары La Mancha, на руби CM установлены также струны легендарной компании Savarez. Ну и подводя итог, хочется сказать следующую вещь. Мы прослушали три инструмента – Romero, Rubinito и Ruby. Они все подходят для начинающих музыкантов. Лично мне больше всего из этих трех гитар понравилась серия Ruby. В ней есть определенный потенциал, который позволит не просто научиться играть простейшие аккорды, мелодии и дальше покупать новый, более дорогой инструмент. Если его немножко доработать, сделать чуть выше струны, когда пальцы уже адаптировались к грифу, то эта гитара будет еще ярче. У нее будет больше сустейн. И, в принципе, на ней можно продолжать свое музыкальное развитие. С вами был Ярослав Макарич. В следующем видео я расскажу о более дорогих гитарах La Mancha, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот обзор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok